15 команд, более 350 спортсменов от Крыма до Сибири и главная цель – Кубок Министра МЧС России. Участники соревнований по пожарно-спасательному спорту – одни из сильнейших спортсменов, чемпионы мира, победители и призеры всероссийских стартов, а также те, кто только начинает свой путь в структуре МЧС. Этот спорт является прикладным. Это означает о том, что он из самых низов с боевых подразделений. И все, что вы сейчас видите, то, что за самой спиной финиш происходит, это все есть элементы пожарно-спасательного подготовки. Сейчас мы говорим это о соревнованиях, а проще сказать, это сдача зачета только в высшей категории. Пластиковые международные классы в том числе – это нормальное явление, когда нормативы перерастают в нормативы в спорт высокого достижения. Соревновательная программа поделилась на два вида – подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни и преодоление стометровой полосы с препятствиями. Наряду с мужчинами и юношами на старты вышли также представительницы прекрасного пола. При этом награды разыграли в трех возрастных группах, младшую из которых представили учащиеся школ. Многие из ребят уже определились со своей будущей профессией. Очень многие выступают в наши учебные учебные заведения и дальше продолжают службы. И вообще связывают уже все свое существование трудовое с службой, поисками учениц. Упорная борьба, где счет шел на доли секунд. По итогам двух соревновательных дней 152 спортсмена выполнили нормативы мастера спорта России. Из них 16-ти почетные звания присвоены впервые. Также установлено 9 рекордов нашей страны. Действующий чемпион России москвич Владимир Сидоренко на полосе препятствий улучшил собственный результат на 0,02 доли секунды. Его новые показатели в этой дисциплине – 15,06 секунды. Ваши спортивные навыки, спортивные лучшие сегодня очень любимы в нашей работе. Потому что вы еще другими учебные в России, вы сильны, смертны, ловки, ну и вообще спортсмен. В общекомандном зачете главный при соревновании завоевала сборная Московской области. Серебро увезли спортсмены из Челябинска. Бронзовые медали остались за участниками Санкт-Петербурга. Хозяева стартов – сборная главка Ульяновского областного МЧС России. По итогам двух состязательных дней заняла четвертое место в общем зачете. Кубок ВДПО над головой подняли юноши и юниоры из Татарстана. Следом за ними на пьедестал почета поднялись спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа Югра и Республики Башкирия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok